Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы с вами продолжаем играть в Trader Life Simulator. Вчера, в предыдущей серии, мы, значит, знаешь, что сделали? Ничего, мы заболели. Больше ничего полезного мы с тобой не сделали. Мы едем сейчас. Почему моя машина опять припаркована здесь? Я её сюда не припарковал. Она должна была стоять там, сзади, вон там. Ну, значит, смотри, сейчас мы с тобой, знаешь, что делать? Мы с тобой сейчас едем в магазин, открываем его и ждём. Что ждём? Мы не ждём, мы едем потом есть, потому что у нас есть деньги. Минус 50 долларов, подожди, минус 50 долларов за что? Не понял. Подожди, сейчас надо посмотреть, лаптоп я забрал с собой или нет? Где лежит сейчас? Ноутбук мой должен быть... Блин, я, наверное, его забыл в доме. В доме забыл, но в этом нет ничего страшного и критичного. Потому что... Почему? Потому что мы съездим туда, в этом нет ничего прям проблемного. Давай разгрузим кофе вот сюда. Потому что... Потому что... Потому что нам нужно его продать. Потом поедем за едой. За едой мне, конечно же, а не другим людям. Сейчас вот это всё это дело продаётся. Давай. Всё. За 12 долларов я что-то там продал. И... И-и-и-и-и. Огурцы можно переставить вот сюда. Чтобы что-то ничего не лежало. Всё-таки магазин приличный, в конце концов. И, значит, смотри, у меня сейчас на карточке минус... Ой, на банковском счёте минус 50. Я здесь, в принципе, сейчас... Мне нечего здесь делать. У меня тысяча в долг, может быть. И, значит, нам нужно хотя бы двушку накопить, чтобы тысячу в долг взять. Потом эту тысячу отдать. Нанять второго кассира и продать блин. Хотелось воспользоваться наставкой. Но я предполагаю, что нам нужно сейчас съездить за нашим ноутбуком. Потому что главная берема. Забыл, вот, его взять с дома. Заработная плата вышла, вышла, вышла. Отлично, отлично. Просто отлично. Заработная плата вышла. Когда я сказал, вышла, она на самом деле не вышла. Она просто ушла с моей карточки сейчас. И это очень обидно, показать информацию. Блин, заправку скоро нужно будет совершать. Нет йогурта, говорит мне посетитель магазина. Зачем ты вообще оставил здесь ноутбук? В конце концов, ты добавить в инвентарь. Погнали, теперь поедим. Нельзя мне сразу там, как-то сказать. Сейчас врежусь. Врежу сейчас, не врежусь. Почему нельзя было сразу заказать еду? Почему я такой? Можно же было просто взять и заказать. Хотя я думаю, что там все-таки сделано это для того, чтобы не тратить время, когда у тебя достаточно много... Ну, достаточно большой оборот. А сейчас-то у меня оборот как такового нет. Я сейчас еле на самокупаемость вывожу. А тут, получается, нужно еще и заставку работать. Это... Думаю, это очень затратно. Ну, смотри, 194 доллара. Так, давай лаптоп поставим. Разместим его вот здесь. Главное, чтобы у нас его не скоммунизил никто. И это вообще все отлично. Так, ВФ взаимодействовать, смотри. Газетники, у вас не рано, пусть машина мало. Используется машина мало. Ой, мало. Читов нет пока. Ладно, давай посмотрим здесь. Компьютер, жайбер доставит товары сюда. Я понял, что он доставит товары сюда, я здесь уже был. Я рассмотрел уже. Ну, подожди, мне же нужно... Здесь система доставки. Общая цена такая. Почему? Почему я не вижу здесь, например, стоимости продажи, за сколько я смогу продавать? Подожди. То... Так, нет кукурузных хлопьев, молока, йогурт и чай. Молоко, йогурт, чай. Чай. За 43 доллара. Визия сразу еще заказать. На, визии должны быть деньги. Ты поешь налево, что ж, за жизнь такая. Давай попробуем, я просто хочу попробовать. Я пока не особо понимаю, зачем, как это... Блин, конечно. Нет, я туда больше не пойду, так по мухам еще беру. И не шуточный, хочу заметить. Нет гороха, говорит мне, кастомер, но меня это сильно не беспокоит. И меня беспокоит только сейчас то, что я бегу пешком, далеко-далеко-далеко. Но, ладно. А, взаимодействовать. Мне нужно на карточке... На карточке иметь... Хотя бы сотню долларов. То есть, давай 194 доллара. Наоборот. И в кошелька, и в кошелька можно только здесь. Мои маленькие планки только можно, и в кошелька переводить. Дурин, ты что стоишь здесь? Непонятно. Смотри, ну сейчас лежит этот банк. Раз уж что-то пошло, раз моя тут не знаю пределка, я наворачиваю круги просто так. Сейчас заодно посмотрим, сколько берут комиссию и поймем, стоит ли это все делать или нет. Смотри, передача денег сколько? 194. 194. Передача. Чем я это сделал? Непонятно. Ладно, полпос на карту. Выполнено. И идем в магазин. Собираем прибыль. Все нужные карты имеют ввести, чтобы подкинорочка развиваться. Так, чай. Почему? Чай. Заказ. Я хочу заказать чай. Когда он привезет? Ну и где доставка? Где доставка? Я не понимаю. Сколько ждать? А, подожди. Этот заказ, что ли, или что? Да, смотри. Слушай, это удобно. Это быстро, это удобно. Это... Офигеть, как удобно. Смотри. Я есть хочу, капец. У меня очень... Я очень голодный. Мне нужно гонять и поесть. Я, по-моему, работаю просто на себя, может. Прямо вот в прямом смысле слова сейчас на себя работаю. На себя в плане того, что мне нужно пожрать, посрать и спать и все остальное. То есть все свои первичные нужды исправить. Хотя, денег на них вообще нет сейчас. 21 доллар собрал. Более 96 голода. Слушай, мы сейчас умрем, по-моему. Интересно, что будет, если будет 100 голода и что, он умрет с голоду, правда? Или что-то произойдет ужасное? Значит, смотри. Мы сейчас едем... Едим. Да я понимаю, что ты хочешь есть, дружище. Успокойся. Погнали. У нас есть 100 долларов, и мы сможем сейчас... Ты, Голдин, не можешь бежать. Я понимаю, я не пытаюсь бежать уже давным-давно, потому что я понимаю, что я Голдин. Это что за радужные напитки здесь? Взаимодействие наконец-то можно. Цена 15, 25, 35. Давай бургер купим. И что? И где? А, вот, какой-то маленький бургер у меня лежит в этом, в инвентаре. Четон вообще не восстанавливает. Но мы купим еще один, чтобы хоть немножечко до... Стало нам полегче, потому что... Ни в какие рамки уже... Мы уже просто очень сильно голодны и... Ужас просто. 52 доллара. Нам не на что ехать покупать товары, поэтому мы едем обратно в свой магазин. Соответственно, но... Едем в свой магазин. Время не зря не теряем. Можем взять второго кассира. Я так понимаю, лучше взять сразу второго кассира, но... У меня же денег на него нет. Давай хотя бы 500 накопим. Возьмем 2 суда и 1000 долларов. Я не знаю, можно ли так делать или нет, но... Узнаем заодно. Вот опять. Видел? Да, это все-таки баг, скорее всего. Я потерял на этом уже много достаточно денег. Хотя, может быть, я его с них замечаю, как перечисляются деньги на мой счет. У меня есть 130 долларов. Это меня абсолютно не радует, потому что это очень мало. Я могу лишь поехать и купить... На что они там жалуются? Шоколадного молока нет. Да ты что, совсем дурак? Какое шоколадное молоко вообще-то? О чем говоришь? Взаимодействие. На что они жалуются? Нет чипсов, подгузников, кешью, морепродуктов? Конечно же нет. Конечно же нет. Нет соуса. Ладно, соус еще куда не шло. Ну, шоколадное молоко с подгузниками, это... Это вообще уже отдельная речь. Так, давай. Продавай. Я возьму, хотел сказать, прибыль и поеду покупать товары. Мне кажется, нет особого как такового смысла сейчас спариться насчет езды за товарами. Хотя, блин, смотри, нельзя за один заход купить много. И это грубую. Это не то, чтобы грубую, что это обидно. Это обидно, потому что почему я не могу купить, заказать несколько товаров? Почему я бегать не могу? Могу. Рефил 216 долларов. Да ты что такое говоришь-то? Можно у вас деньги своровать? Я просто не понимаю, откуда у меня с таких деньги взялись? Да, правильно ты мне написала. Правильно. Или написал. То есть... Нет денег, серьезно. А у меня 28% осталось. Да, мне сейчас заправлять будет нечего. Машину свою. Я буду бегать пешком. Я буду бегать туда-обратно, чтобы купить хотя бы себе что-либо. Что-либо, чтобы это продать. Это капец. Это просто капец. Так, сбежим, значит, в молоко нужно... Тут холодильники нужны. Это уже немножечко другой вид, как сказать, товаров. Давай купим подгузников. Нет, давай купим подгузников, да. Положим их себе на крышу. Андулина. Андулина, нет. Это вот эта вот ерунда. Но у нас денег на него особо нет. И стиральный... Нет, стиральный порошок нам тоже особо не нужен. Спрей. Соус нужен. Там был человеку какого-нибудь. Давайте купим соус. Нет мяса. На мясо у меня денег нет. Варенье. Сладкая кукуруза, горох. Оливки. Оливки. Баклажаны. Мыть его рук. Отбеливатель. С. Шоколадное молоко. Есть здесь куки-файлы. Кешью. Чипсы. Чипсы. Эр. Кофе. Йогурты. Йогурты. 180. Ну, в принципе, понял, значит. Смотри, нужно покупать то, что самое дорогое, блин. Это клубничные печенья. Шоколад. Можно шоколады купить. И остаться еще в должном кому-нибудь. Погнали. Расфасуем товар. У нас еще 5 часов есть до закрытия. И, в принципе, может быть, мы что-то дорогое... Ай, аж на ушах зазвенел. Дорогое, возможно, что-то продадим. Шоколад за 11 долларов продается. Ну, как я бы купил за... За 50 или за 40, за сколько? За 45, я думаю. Если он продается за 11, то двойная прибыль тебе получается. 50 долларов, если он имею сверху. Это не так много. Это вообще мало. Я как бы просто уже играю 15 минут. Никакого толпа от этого нет, ты понимаешь? С учетом того, что я играл еще до этого. Как-то я, по-моему, в каком-то тупике, что ли, нахожусь. Давай будем вот сюда вот расставлять... Ну. Молодец. Будем салфетки ставить вот сюда, чтобы люди покупали... Подгузники хрен, салфетки. Салфетки это дорогие удовольствия, и мы их не можем себе позволить купить. Да что такое-то? Ну, изначально это не пишется, сколько там, за что я это продам. Я же ведь не могу сказать, и даже не я цену назначаю. Значит, это известно изначально. Почему я должен придумывать? Почему я должен страдать из-за того, что кто-то это не написал? Может быть, кассир назначает цену? Может быть, ему сказать, чтобы он подороже продавал? Просто, ну, как-то это... Получается как-то глупо, что я в своем магазине продаю за столько, за сколько вам сказали. Кстати, это не шоколад, а шоколадные эти. Вафли. Вафли с шоколадом. И это странно. Насколько тут он продавал? На 136. Ну, в целом, можно поехать купить еще что-нибудь. Те же самые салфетки. И тогда уже будет мне счастье. Транспортными средствами? В смысле что? В смысле, я смогу там с помощью него заправлять или что-то еще делать? Чинить машину? М? 125 долларов. Блин, 125 долларов это, конечно, не так много, но, блин, у меня... Хе-хе, смешной дядька. Нин, ты видел, не? Ну, какой? И мы можем увидеть его без бороды. Ладно. Побежим мы, значит, сейчас в магазин наш, заберем прибыль, поедем снова к Жабе. К Жорику, короче, мы едем сейчас. 28 долларов собрали, едем к Жорику. Сколько у нас тут? 26 заправки. Ну, 26 заправки это в целом-то нормально. 26 процентов, заправь кокла уже раз туда-обратно съездит. Накупим сейчас салфеток. Подгузники купим, вот чего мы купим. Нет, не подгузники именно салфеток мы купим. Подгузники мы покупали только что. Купим себе салфеток и будем продавать их. Вот, шоколад идет в оборот очень хорошо. И будут идти салфетки. Такие у нас варианты есть. Ну, каких у нас варианты других нет. Подгузники за 12 долларов проданы. Знаешь, какая-никакая, а прибыль все равно идет. Выходи. Выходи из машины своей и пойдем за салфетками. Прямой наводкой. Ткань в минуса почти ушел. Ты видел? Так. Едем, значит, в этот магазин. Выставляем эти салфетки. А в следующий день мы... Мы что будем делать? Мы что-то будем делать? Знаешь, я думаю, буду вырезать немного. Какие-то части этого видео я буду вырезать. Потому что это очень длинное видео получится, наверное. И поэтому... Как-то не хочется сделать его затянутым. Хочется сделать его максимум на 40-45 лук. И поэтому... Наверное, придется нам повырезать половину. Но буду вырезать только самый-самый неинтересный. В моментах, в которых, в принципе, ничего не происходит. Молодец. Забрал подгузники. Так, ну ладно. Давай будем ставить сюда. Ну, возьми. Давай, ставь. Вот сюда вот ставим. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Одиннадцать получается. Нет. Десять получается. Десять штук получается. И каждая продаваться будет у меня за сколько-то денег. Правильно? Правильно. Как? Добрать деньги. Восемьдесят долларов мы забрали. И... Я считаю все-таки, что нужно второго кассира. Потому что это очень долго происходит все. Смотрим. Взаимодействие. Доход. Total sales. Пятьсот восемнадцать. Это за день? Или за сколько? Нет бобов. Да я рад, что нет бобов. Что ж мне теперь сделать-то? Газетный киоск. Вот газетный киоск. Возможно, что-то принесет нам в эту игру или нет? Угу. Это все тыкается, но ничего не происходит. Сто двенадцать долларов. Так, ну подгузников у нас вагон, конечно, мы можем их... Не подгузников, а... Да у меня всего есть. Так, ночь наступила. Давай сохранимся и... И все, в принципе. Итак, вот мы продолжаем. А здесь у нас семь долларов целых. Подгузники с салфетками у нас никто не берет. Потому что... Почему? Потому что вот этому мужику, блядь, не нужны подгузники. Ему нужно кофе. Нужен. Нужен кофе. А зачем мне нужна вот эта вот лестница? Вот этого я не понимаю пока еще. По ней можно залезать? Да, слушай, можно залезать. Можно... Можно расставлять что-то. Подгузники можно ставить. Вот так счастье. Все. Все расставил и пошел. По своим делам. Значит, смотрим мы сейчас, что делаем. Ткань продал. Смотри. Ткань продал. Ничего себе, ткань одну продал. Значит, мы будем сейчас затариваться этой тканью, чтобы... Может, оставить только ткань, чтобы они продавали только... Ой, чтобы я продавал только ткань с подгузниками. Ткань, подгузники, ткань, подгузники. В принципе-то мне больше ничего не нужно. Не нужно быстро заработать 500 долларов. Хотя бы 500. А лучше полторы тысячи, чтобы взять суду на тысячу и заказать второго кассира. Чтобы было у меня что-то, что позволит мне развиваться быстро. Быстро и не произойден скоростью света просто. Так, значит так, значит так, значит так. Нет очищающего спрея. Что я могу сделать с этим очищающим спреем? Мне нужно заправиться, а на это нужно 200 с лишним долларов. Давай. С банковского счета списано. Что ж такое? Нет молока. Нет молока и ладно. Ну мы сейчас тысячу это просрем просто. Мы же не сделаем ничего полезного. Нет. Рано. Рано. Ссуды брать рано. У нас есть 230 долларов. Почему я не могу взять и поехать на вот этой машине? Она же стоит и никого не трогает. Она просто вот ничья. А, стиральный порошок схватить. Значит, 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 значит мне пока что делать-то особо здесь нечего. Не то чтобы нечего. Мне нужен второй кассир. Второй кассир нам прибавит очень много. То есть мы пока еще можем без него жить, но с ним было бы гораздо проще. С ним будет гораздо проще. Хотя бы потому что. Ткань продается, да? Я смотрю. Так, ноутбук, давайте. Удвентарь. Эф. Взаимодействие. Ткань, ткань, ткань. По 25 долларов она продается. И это много. Это много, я хочу заметить. Очень, очень, очень много. Угу. Ну, значит, мы сейчас едем... Мы сейчас едем на... Ну, в этот магазин. В жабер. В жабер магазин. Купаем там еще ткань. Хотелось бы, конечно, две ткани, чтобы сто раз туда-обратно не кататься. Но это будет в следующий раз. Еще одну ткань на пуху. И будет вообще все отлично, я думаю. Андулина нет, это хотят, но ведь он хранится только в холодильнике. Зачем я его буду покупать? Сейчас он на продукт. Кукушки какие, кукушки, солови поют. Привет, джабершоп. Ты мне вот этот огромный автомобиль привез только лишь одну коробку? Так у тебя работа идет, да? Так у тебя работа кипит. Собака такая сутулая. Что, арбуз? А, арбуз, блин. Мы тогда покупали арбуз. Недавно. Ткань. Ткань идет, только так продается, смотри. Баклажан, оливки и... Так, что у нас? Рис 50 долларов. Нет, это все ерундестика. Нам нужно что-то очень дорогое. Что-то очень дорогое. Типа вот клубничное печенье. Давай, клубничное печенье. И оно, наверное, тоже продается где-то так. Мы не будем особо париться. Мы просто поедем сейчас и расставлять товары. И все. Так, мы будем продавать ткань в огромных количествах вот эти салфетки. Они очень хорошо заходят. Они очень хорошо продаются. Тканевый магазин у меня будет, значит. Вот и все. Кто-то мне запрещал это делать? Нет, никто не запрещал. Значит, мы будем продавать только ткань. И конфеты. Ткани, конфеты, ткани, конфеты. Все в принципе. А что нужно еще к счастливому человеку? А ничего им не нужно больше, кроме ткани и конфет. Все. Наставил. Нет сладкой кукурузы у тебя. Не нужна она тебе, сладкая кукуруза. Жопа слипнется от сладкой кукурузы. И что мы будем делать? Ткань продавать. Вот что мы будем делать. 163 доллара у нас на кошельке. В нашем кошельке 163 доллара. Если они все-таки будут покупать только то, что у них лежит. Они, наверное, не смогут покупать только то, что у них лежит. Потому что вот он пришел и говорит, что вот у меня нет йогурта. Иди ты в жопу. Нет бананов. Иди в жопу. Короче, двух посетителей я только что потерял. Смотри, значит. Мы продали почти все подгузники. И все ткани. Это прекрасно. Но все же. Мне нужно купить что-то такое. Что помогало бы мне развить магазин. То есть, например, не знаю. Другие товары. То есть, чтобы торговать не только чаем с кофе и подгузниками. Хотя зачем, если они покупают все это. Я тоже не знаю. Дружище, давай, покупай. Молодец. Печенье за 20 долларов. Покупал я его за 130. То есть... Ну, в принципе, выгодно. В целом, если посмотреть, то это выгодно. Я думаю, что если сегодня накопится вот в этом вот игровом дне сумма на 2000 меньше, чем наем сотрудника нового, то, в принципе, я думаю, его можно купить. То есть, еще одного кассира, чтобы продавать гораздо быстрее. Просто очень дорого они берут, конечно, 50 долларов в день. Блин, это сколько получается? 50, 70 рублей. 3,5 тысячи рублей в день. Кассир. Кассир, ты не зажрался? Еще и за свет просят тоже хрен знает сколько денег. Что-то я не понимаю, 150 долларов за сколько, за неделю или за... Да, да, наверное, 150 долларов за неделю, это... Это охренеть, как дурно. Ты вообще понимаешь, сколько это денег? Нет томатной пасты, говорит. Ну нет, нет, что же страшного, возьми подгузников. У меня есть подгузники, зачем ты покупаешь на пасты, когда у меня есть подгузники? Ты сам-то понимаешь, вообще нет? Нет бананов, ну что ж тебе бананы-то, если нужно, расскажи. Зачем тебе эти бананы, это глупость, у меня есть подгузники и салфетки. Еще шоколад и конфеты. Купи. Чередонет, вообще, ну... Денег нет. Как только я сказала, что хочу накопить 500 бачей, то он мне начал говорить, что он, ну... Хорово, нет, всего нет. Ну что ж вы за люди? Обидно, обидно, да, более просто. 65 долларов за еду. Это что, сейчас едида такая здесь? У тебя здесь есть только горчница? Или то масло под соль и яйца? Ты за ней по 65 долларов? Ты что, больной? 11 долларов коллекция. Так, у нас осталось час за закрытие, и я думаю, что мы не накопим эти 500 долларов. Накопим, накопим, смотри-ка. 509 долларов. У тебя что, 18%? 18% это, конечно, отлично. Давай, закрываться уже сейчас будем. Закрывается, сохраняюсь, и тогда уже что мы будем делать? На там уже посмотрим, что мы будем делать. Фитро для мороженого. Зачем фитро для мороженого? Что ты за человек? Все, кастингер вел. Ну, канал. Нету ни черта, но в то же время у меня был 777. Балатная пифа. А значит, что? А значит, 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 значит. Сохраним в одну. Выходим. Закрываем кайфу. Скрой на двери мы видим. Едем домой. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, товара у нас осталось совсем ничего Соответственно, мы едем за товаром Сейчас за... Зачем? За... За-за-за-за-за Давай поедем за тканью, съездим Давай, еще один Отлично 569 долларов Мне должно хватить на ткань На что там еще должно хватить Я просто даже не знаю Есть ли смысл продавать что-то еще То есть будут ли они приходить за чем-то еще Если у меня будет только одна ткань То есть вот этот вот вариант Этот вопрос у меня полюет То есть по факту Они должны приходить за всем, чем хотят То есть... О, да Закормленные животных Они пришли И не смогли его купить Так... Ну, у меня было еще не... Ну... Тоже вот это виноват Иди в магазин для животных Товары для дома А если быть конкретным То только ткань Салфетки один Кстати, склад я хочу заметить Он закрыт Тележечка Тележечку, наверное, можно с собой схватить Схватить и поехать Яблоки какие-то странные Непрорисованные Квадратные Я продал еще что-то Смотри Шоколадное печенье Можно купить Можно купить Йогурт Куда йогурт купим? Я не вижу, чтобы он ставил в холодильнике И поэтому покупаю его Подгузники Нет, подгузники не надо Вот это Ткань И, конечно же, наше любимое Заработная плата Списана Хорошо Списана и списана И клубничное печенье У нас есть все самое необходимое Подгузники Клубничное печенье И... Что у нас там еще было? Что-то у нас еще было Йогурты 15% В баке у меня бензина Это грустно Это грустно Хотя здесь написано Полный бак Это Недоработочка Маленькая такая Недоработочка Которая может привести В неприятной ситуации Хочу заметить Тихо, 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 тихо Тихо, тихо, тихо Чего в дерево не ехать? Вообще не поворотливая машина Она так ужасно поворачивает То есть она вот сейчас хорошо поворачивает Но тормозит И опять же поворачивает Когда тормозить Она очень плохо Не знаю Когда-то получается Когда-то получается Это мая сибирь В конце концов Спасибо Коробки мы поставим вот сюда А, у меня все куплено уже Давай вот сюда нас ставим Жалко что ли Это ткань Мне нужны конфеты Печенье Клубничное А вот конфеты А это клубничное печенье Оказывается В дорогой такой упаковке Ну сейчас у нас бизнес подсветет Потому что Смотри как дорого Все продается У нас сейчас В продажи пойдут Ну не все Не прям постоянно Они пойдут конечно Я смотрел Вон рис Это люди захотели Рис у нас нет У нас есть Часто не поздно Почему не его отключают Постоянно днем Если утратим Нос стал Как ночью Плачевайте счета С помощью ноутбука У меня на ноутбуке Денег нет Что мне делать Это йогурты На кассовой зоне Будут хранить йогурты У меня И люди будут их брать Всегда Потому что Потому что Они стоят Прямо на самом На месте Это Вы делаете Отлично Смотри 334 доллара У нас уже есть Но нет электричества И это не может быть грустно Так 300 долларов Давай мы сразу Перекинем на карту 300 Должно Остаться 244 Да 244 И Отсюда 200 Перекидываем На карту Выполнено Хорошо Давай за электричество Оплатим Почему нельзя сразу Посмотреть счета И оплатить их заранее Там кинуть на счет Что-то 25 долларов Собрано Опять же В сумме У нас сейчас 150 долларов Плюс-минус И Это не может не радовать Это не может не радовать Потому что Ты представляешь Сколько Прибыли это принесет Прибыли это принесет Огромное количество В принципе Не так много людей Жалуются Большинство людей Все-таки покупают 40 долларов Не понял Что ж такое купили-то А Два клубничных печенья Понял Тоже пробивает Вообще Так-то Если посмотреть Это очень даже прибыль То есть смотри Я думаю Можно даже Заказывать Или нет Мне кажется Я бизнес-схему Придумал Отличную Пойдем Нет Не пойдем Пойдем Блин Я не знаю Пойти или не пойти Просто Если сейчас Взять в долг 3000 долларов Фубанка И взять себе Кассира Заправиться И накупить Вот этих всех товаров Заполнить полки Тогда будет вообще Все отлично Я считаю Нет Как Как ты думаешь Просто время 12 часов Только У меня денег Много Уже Кстати Вот Короче Когда человек Здесь стоит Ни в коем случае Нельзя нажимать На сбор денег Какой раз Я уже На это Попадаюсь Это Не пробьет Ничего Это Подстава Это подстава Лютая Подстава Понимаешь Тут окно Разбил Тут окно Помыл Не очень Качественно Хочу заметить Нет Баклажанов Защити Баклажаны Ёлки-палки Здесь красный Они все ходят Только сказал Что прибыль пошла Они ничего не покупают Не покупают Это вообще Несправедливо Но у меня зато Есть тележка Я Не побоюсь Ей воспользоваться Опять ничего не покупает Покупает Хорошо Так Какая красота Это 194 доллара Нам нужно Нам нужно Что нам нужно В жопу Нам нужен второй кассир Нам нужен второй кассир Как ни крути Нам Ты че делаешь здесь Давай 3000 Берем в банке Понял Принял Ты че Ты че Ты че А? Ты че Понял Принял Тысячу Только можно взять Больше Ничего Нельзя взять То есть Это Разовая Акция Значит Будем развиваться Потихонечку Будем ждать Когда же у нас Все таки Продается На такие деньги То есть В этом проблем Как таковой Нет И В целом Если посмотреть На эту ситуацию Со стороны То можно Элементарно Сейчас Тут не так долго Придется ждать 2500 долларов Это не так много Здесь можно быстро Их заработать С помощью Вот этих же Салфеток С помощью памперсов С помощью конфет Шоколадных Клубничных Этих Но С учетом того Что здесь Люди хотят Чего то еще Можно будет Суду взять На полутора тысячах То есть 1600 накопить И тогда Уже взять Суду Тысячу Нанять Человека Блин Я не на то нажал Я хотел это Тогда попробуем Газетный киоск Купить Вот то есть Что он будет делать Здесь Что он будет делать Газетный киоск Где он И что он дает Газетный киоск Подожди Кровать Подожди Газетный киоск А То есть Он теперь Здесь у меня стоит И теперь Он у меня Люди будут покупать У меня газеты Или что Они Никто не хочет Покупать у меня газеты У них есть только Туалетная бумага У меня больше ничего нет Я все потратил Я все потратил На еду На еду Карты Деньги 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 Кончились Что делать Что делать Что делать Да я не знаю Что делать Зачем этот Сраный газетный киоск Здесь нужен Если Нью дей пост Майор Промисит радикал Нью чейндж Понятно Мне ничего не понятно Подожди Не просрем Нет морепродуктов Ты что Зачем они тебе нужны Эти морепродукты Ты блин Ешь ты рис Ой Ешь ты этим Он мне даже заправит Сейчас не на что Ой Подожди Сколько у меня там 14% осталось Хрен Масло 28 Это чего такое Говоришь Тогда в наших силах Только стоять и ждать Мне нужно Все эти деньги Перекинуть на карту Чтобы с карты Оплачивать Понял Перекинуть 164 На Так Из банка 164 Все Все деньги У меня на карточке Теперь лежат И немножечко У меня денег В банке Жаль Нельзя брать Как его называют Под проценты Классить Давай Оставь меня в покой Заказ Можно заказать Нет Опять Я вот так вот Делаю Зачем Подожди Он не должен Этот товар Быть в холодильнике Мне кажется Что должен быть В холодильнике Все таки А если он должен В холодильнике Это значит что Это значит То что Он у меня Сейчас Испортится Элементарно Испортится И я не смогу Ничего с ним больше Сделать Выкину просто И все Вот ты зачем В коробке появился Тебя кто здесь Попросил Вот так вот Наставим Потому что мы можем Требуется холодильник Ну я же тебе говорю Испортится Сейчас и все А мне столько Никогда в жизни Не купят Холодильник Или ты ему нужен Дуракший Совсем Холодильник Куда ты Холодильник Возьми Ну кто-то купил У меня молоко Все таки Это шоколадное И может быть Даже еще купят Но Крайне медленно Крайне медленно Все это происходит Крайне медленно Я хочу быстрее Чтобы у меня было Больше денег Хотя бы потому что Мне нужны Больше денег Мне нужны Больше денег А мне никто Ничего не покупает Ты летаешь Дядя Еще у тебя Кроссовки дырявые Йогурты И конфеты И шоколадное Печенье Вот это Клубничное Все что нужно Покупать И зачем я новости Вот эти вот купил Вообще не понимаю То есть Что они дают Я что-то Не понял Сколько выжималка Дисплей какой-то Выполнен Выполнен Купить эспрессо машину Все от этого Радуются Что ли Или что Чего Ничего Это дает Никто же Не покупает У меня Покупает Покупают Газету Газету Покупают Только Ее Покупают Очень 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 Редко Понял Все 20 долларов Коллектед Требуется Холодильник Ну совсем-то Они не похерятся Надеюсь Нет отбеливателя Вот зачем тебе Отбеливатель сейчас Мы видим 6 часов вечера Отбеливатель С работы Идешь Жена Купить попросил В конце концов Ты что Дурак Пришел в продуктовый магазин За отбеливателем Иди в хозяйственный Вот Что я хочу еще сказать А я не знаю Что сделать Еще можно здесь Честно Слово говорю Я не знаю Что здесь Можно еще сделать Нет молоко Вот шоколадное Блин Шоколадное Вот обычное Молоко Почти обычное Только шоколадное Кто бы Новости эти Покупал еще Стоит 150 Они блин Даже если раз в день Будут покупать То это целый месяц Будут купаться Только купаться А прибыль приносить Только через месяц Начнет Ужас просто Купи пожалуйста Дядь Купи пожалуйста Газетку И шоколадное Молоко Ой господи Кекс тебе нужен Какой тебе кекс Блин Ты себя видел Ты купишь Шоколадное Молоко Хорошим Купи пожалуйста Ты купил Клубничное Ключение Спасибо тебе большое Мне нужна Просто заправка Уже И У меня Остается Мало товаров И Вообще Как бы У меня никто Ничего не покупает И мне обидно Мне Досадно Тратится Очень много денег А зарабатывается Очень мало И Вообще Ужас Где здесь Сводка По типу По типу Не знаю Там Заработал столько Потратил столько Или наоборот То есть Чтобы я Могу Видеть И понимать Сколько мне Насколько Больше Мне нужно Зарабатывать Хотя Все же Мне нужно Больше Потому что У меня Денег Не хватает Там 300 долларов По моему Заправка Стоил Или Что Голод Блин Голод Ладно Сколько Ты там Телефон Стоил Я не Помню Мне Нужно Купить Телефон Блин Мне Не Нужен Телефон Мне Есть Телефон Ой У меня Есть Компьютер Зачем Мне Нужен Телефон Сколько Он Стоит Дружище Сколько Стоит Телефон 125 Да Твою мать Чешу Жалко Что Тебя В голове не укладывается За что Такие Деньги Заправка Бензином 450 Доллар 450 Доллар Это Это Тридцатка Это Тридцатку Вынедоположен Заправку Ремонт 800 50 Шестьдесят Косарей Почти Эвакуатор За 40 За 35 Это Это Ужас Как дорого Я думаю Что в этой серии Мы тоже Так далеко Не дойдем И В принципе Это нам Наверное Еще очень Больше всего Делать Я так понимаю Что Я просрал Молоко Шоколадное И это Очень грустно Поэтому Чего могу Сказать День Сейчас этот Закончится И мы Наверное На этом Закончим И будем Ходить Мы Пешком Хотя бы Потому что У нас Не хватит Сейчас денег Купили Пожрать И Пешочком Сейчас Побежим За Ну Домой Вот и Вся История Кошмар Это Такие Деньги За заправку Ты представляешь А масло Если не имеет Не речь Что будет Машина Будет Ломаться Быстрее Все уведомления Будут Добавлены В В В В В В машину Короче По-моему Мы в полной Жопе И мы Сейчас Прогорим Хоть Иди Да Суду Бери На Эту Машину Ты пока Будешь Ее Зарабатывать На 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 Этот Долг Отдать Чтобы Отдать Этот Долг Ты Блин Опять Машина Похерится будет у меня а все мне товар товар что нет вот и вся история давайте скажем сюда этих как я называют нет 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 я переснуть сайт с угар free snacks water мелан и у меня денег столько нет йогурты а мне столько денег да у меня ничего нет что ты мне говоришь молоко кукумбер кола яйца зубная паста туалет клинер морская еда джем оливки куки 4 долларов не хватает тогда знаешь что мы сейчас сделаем мы сейчас сделаем вот что закроем магазин и поедем домой поехали домой подожди подожди поехали домой а сохраняться чтобы сохранимся и поедем домой здесь мы особо не хотим потому что только что поели что еще можно сказать здесь в принципе говорить даже ничего просто по этой игре реально нужно делать стримы потому что потому что она очень длинная очень долго реально нужно просто играть реально нужно просто сидеть и играть сидеть и играть и на этом мы с вами прощаемся всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями делитесь видео не знаю там со всеми с кем только можно всем до встречи в новых видео всем пока